У меня для вас необычнейшие товары. Это у меня для тебя необычнейшие товары. Потому что я, честно говоря, начинаю уже ощущать, испытывать нужду. Вы видите, половину ресурсов всех проел, а это значит кое-что, что нужно бы на эти ресурсы сделать упор. Ну, то есть прибыль. Хотя прибыль плюс 210, сейчас даже немного возросла в последнее время. Но следить за этим показателем стоит существенно. Когда он снижается до 100 и меньше, там вы видели в прошлый раз, какие колебания могут происходить. Буквально за несколько секунд может плюс-минус 50-60 монет, ну, прибыль, убыль, туда-сюда колебаться. А это существенный такой удар по нашей казне и, соответственно, по дальнейшему развитию. Особенно, когда мы выйдем в минус. Пусть это вообще будет... А вот дальнейшие предприятия, ресурсы, это, конечно же, например, вот эти. Зачем они нам доступны, я так и не понимаю. Восточные, может быть, я могу где-то здесь построить что-то такое, типа фиников. Производства, очевидно, нет. Это где-то наверняка на восточных землях только будет доступно. Ну да ладно, пускай так и будет. Значит, у нас производство идет, все разрабатывается. Угольщика, да, я забыл угольщика, кстати. Хочу получать железо, а откуда же оно будет происходить, если не весь цикл сделают? Доминую печь. Да, доминую печь. У нас не хватает еще для нее дерева. Причем много дерева не хватает. Ладно, будем ждать, пока накопится. Главное не забыть, главное все эти моменты помнить. Иначе детки вскоре умрут от холода, если им нечем будет прикрыть тело. Сейчас я нагружу моих осень. Брат Хиларий, я тебя больше всего в этой игре люблю. Ты уже начинаешь мне напоминать Сидорича из Сталкера, который постоянно что-то хочет, а взамен ничего не хочет давать, реально. Ты же продаешь... Во-первых, ты очень медленный поставщик. То, что я у тебя покупаю, это поставляется сумасшедшими медленными темпами. Это во-первых. Во-вторых, стоит немало денег, я бы сказал. Причем очень немало денег. А просишь ты слишком много, и взамен нифига не даешь полезного. То же самое по транспорту можно сказать и о древних городах. Где они возникали? Не только в устье рек, потому что нужна была вода, а потому что и транспорт тоже играл большую роль в снабжении. То есть, в принципе, то, что земля такая водная, это один из залогов успеха человечества. Возможно, конечно же, на каких-то планетах там могли бы существовать какие-то другие виды транспорта. Ну, какие? Это уже, конечно, фантастика, но, может быть... Какие-то, я не знаю, на каких-то планетах есть громадные массивные деревья, на которых можно перебираться с помощью использования соединения веток. Ну, короче, ладно, это уже у меня понесло. Далеко очень сильно. Там, само собой, своя атмосфера, своя гравитация и свои какие-то нюансы приспособления жизни. Разумной или неразумной? Ну, впрочем, это пока что не актуально. Это всего лишь для фантастических каких-то рассуждений. Деревню нам дали, наконец-то. То есть, мы перешли на новый уровень, и у нас инструментальный цех, который на полную запустился. И будет пахать и пахать, и снабжать нас всем, что нужно. Нам предлагали ремонтный кран. Вы помните, для чего? Починить еще один корабль. Сразу же пошло дело. Хорошо. Значит, в своем распоряжении я получу, наверняка, вот эту вот штуку в награду. Нордберга. А может быть и нет. Может быть, просто починиться и куда-то поплывет. Правда, куда? Вот в чем вопрос. Так что транспорт – вещь очень важная для цивилизаций, в том числе для городов. Но в той же мере, насколько эта вещь важная, настолько она для городов и стала вредной в наше время. Почему? Потому что машины, автомобили. Появилось громадное количество автомобилей. Но до этого была эпоха лошадей. Не только лошадей, само собой, применялись для этого валы, быки, ослы, ну и остальная вся живность. И эта живность тоже создавала определенные большие проблемы для больших городов. Будем, забирай свои канаты. В смысле, приводите-ка ваш корабль? Ты что, обнаглел? Это вообще мой ремонтный кран. Хочу чиню, хочу не чиню. Такой чувачок, приводите ваш корабль. Типа, это его ремонтный кран, давайте его починим. Кто на нас с Вася? Вообще, такие нравятся мне люди, которые чужими достижениями пользуются. А потом говорят, ну кто на нас с Вася? Ну, кто же. Ну, давай. Так вот, представьте себе громадное количество этих видов транспорта, в виде лошадей, быков, валов, ослов, чего угодно, что угодно, какие-то, я не знаю, скрещенные породы и все такое, верблюдов. Ну и чего только можете себе представить. Зебр, может, где-то в каких-то Африках. Так, представьте, представьте себе это. Это, во-первых, дает колоссальное количество навоза, понятное дело, на улице данного города. Во-вторых, нужно же прокормить всю эту лошадину, бычью силу. И, в-третьих, напоить. А пьют они, едят. Ну, едят, может быть, не так много некоторые виды, но пьют они изрядно. То есть, это то, что нужно обязательно об этом заботиться. Ну и, кроме того, само собой, их нужно и подковывать, следить за ними, то есть, набжать всеми другими атрибутами. А, ну-ка, а, то есть, канаты... Блин, я продал канаты туда, мне нужно их отвезти. Да, это же по тому же принципу, что было с этой, смотри, д'Артуа, отвезти канаты к месту поломки корабля. Только где это место поломки, я так и не... Понял. Короче, придется искать. Я все, все, я понял. Хорошо. Так, что-то не хватает. В селении. Я так и не понял, чего. Вроде бы все есть, фактически. Рыночная площадь. Даже, вы видите, рыночную площадь еще одну установили. Я не знаю, зачем я это сделал, но... Пускай будет на всякий случай. Сохраняется игра. Подождем, пока она все сделается. Игра сохранена. И представьте, ну, то есть, это определенная проблема тоже транспорт создает. Само собой, для этих всех средств передвижения нужно строить дороги. Одно дело, это где-то там теплый климат, хороший сухой климат, где дороги не расползаются под ногами, где они фактически служат круглый год. А другое дело, это там, где климат меняется постоянно. Там, где дорог фактически нет, нужно либо прорубаться через джунгли, либо через какие-то болота лезть. Все это создает громаднейшие проблемы. Чем прославилась Римская империя и почему она такая успешная была? Потому что она строила дороги везде. Транспортные пути, по которым могли доставляться быстро и товары, и легионы во все части империи. И они настроили это настолько хорошо, что до сих пор существуют и эксплуатируются. Заметьте, машины по ним ездят до сих пор по этим римским дорогам. В то время как мы, бедолаги, не можем построить дорогу, чтобы она через 5 лет. Да какое там, чтобы она на следующий год не разлезлась после следующего сезона. Не понял. Так, ну... Ой! Фух, да, спасибо. Я понял, что все сказали, будь здоров, спасибо. Так сильно у нас учета. Правду сказал, да, по поводу дороги, сразу она меня. 15 славы, да. Кстати, на что слава влияет? Еще и корабль получили? Нифига себе, у нас теперь... Сколько корабля? Два или три? А, на западе тут, да. То есть еще один, я понял. Там, где на карте показывается. Но, прошу вас, верьте детишек мне. Сейчас я привезу тебе, пожалуйста. Всех, кого тебе только угодно привезу и всех детишек достану. Так, я только и проблемы должен порешать. Почему здесь конопля есть, а почему нет сюда? Почему она не доставляется? Почему конопля не производится? В чем проблема возникает? Нет, я так не могу понять. Доступ есть, дорога есть. Что за фигня вообще? Оно из ваших предприятий не производит больше товаров. Я навел справки насчет таинственной болезни, что поразило нашего государя. И узнал нечто поистине. А, ну, что ты там узнал? Чудовищное. Это заговор. У меня нет твердых доказательств. Но одно несомненно. Государя решили свергнуть. Ну, ты знаешь, смотря на рожу твоего Гая Форкаса и вот этого, как его там, Луция Кардинала, то, ну, как бы, как тебе сказать? Это надо быть дураком, чтобы не понимать, что они желают чего-то большего, чем своего текущего положения. Меня, кстати, всегда вот в политике я смотрю, ну, на исторические события, вообще на политические позиции, события, удивляют люди. Ну, вот по человеку же всегда видно, что он из себя представляет. То есть, побудь с ним 10 минут, как он себя ведет, как он относится к другим людям, сразу становится, чему он хочет. Почему люди из года в год и из века в бег совершают одни и те же ошибки? Почему они постоянно так наивно относятся к своим оппонентам? Мне непонятно. Ну, действительно, у многих не хватает ума. Но, с другой стороны, конечно, да, у кого хватало ума, тот и предусматривал все такие моменты. И поэтому и вошел в историю как очень известная личность. Вот такие были люди, но редкостно. Все-таки как-то у многих не хватает ума в этой игре обдурить своего оппонента. Не тревожьтесь. Я приму бедных крошек к себе и позабочусь об их телесном и душевном благополучии. Забирай. Я надеюсь, только ты не будешь никаких там педофилических наклонностей проявлять, дружище. Потому что знаю я вас, этих попов, священников, всего чего угодно. У вас проблемы с сексуальной жизнью, и поэтому возникают вот такие вот извращения. Ребята. Это как друзья, блин. Не поверите, в Киеве. Кто там был? Ректор. Академии транспорта, вроде бы. Короче, он был доверенным лицом Януковича на выборах 2004 года. Ну и, короче, потом вышло так, что... Прошу вас, поделитесь одеждой. Иначе дядьки вскоре умрут от холода. И у меня ничего не предпределяло. Деканом, по-моему, этого же университета, там женщина. Короче, занимались они извращениями, короче, тоже каких-то там студентов постоянно приглашали. И занимались вот этими извращениями, снимали порнуху. Ну и, короче, после этого запалили их, начали это уголовное дело. И потом оно все потихоньку обмякало. И сейчас они гуляют где-то там по улицам. Все нормально, все спокойно. Может быть, что-то изменилось. Я в последнее время там новости не читал. Ну, вообще, сам факт, вы знаете, такое... Такой беспредел. Ты кто такой, Карим? И где тебя искать вообще? Ага, я понял. То есть опять нужно строить контору и опять везти к тебе дорогу. Ну, все стандартным путем, в этом я понял. К чему я это сказал? Ну, это к священникам, да. А это больше к извращенцам. Даже не к священникам, а к извращенцам. Просто люди, которые находятся во голове всегда, у них есть соблазн. Очень большой соблазн поддаться каким-то извращениям. Потому что, когда уже все есть, когда уже есть деньги, слава, могущество, то люди начинают искать еще чего-то другого. Такова природа человека, ну и они начинают ударяться в какие-то извращения. Вот это я к чему сказал. Однако, однако, нас это не интересует, нас интересует градостроительство. Блин, а в чем же проблема? О-о-о-о, да. Опять нужно гнать корабль, пополнять его ресурсами и возвращаться и строить контору. Все, я понял. Отправляемся назад. Однако, однако, почему? Нет, мы можем здесь собрать ресурсов, какую-то часть, камешки, дерево и инструменты. И вернемся на остров, построим там все то, что нам пригодится. Замечательно. Так, 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 что здесь? Здесь у нас все окей. Здесь уже с коноплей разобрались. Все происходит. Производство идет. С монастырем только. Полотняные рясы должны быть переданы ему в количестве четырех штук. Этого до сих пор мы еще не добились. Селение наше растет, все развивается и потихонечку, потихонечку улучшается. Да. Ты меня начинаешь бесить, честное слово. 620. Нифига себе за дерево, представляете, сколько он требует. Вот это вот, этот брат Хилари там зашибает бабло. Ты мог бы на это бабло уже купить, я не знаю, сколько хочешь. Где хочешь, у того же Каарима где-то или у кого-то еще другого. Каких хочешь полотняных ряс. И зачехлить там этих деток, одеть их как телепузиков. Чтобы у них была температура там, я не знаю, под 100 градусов. Нагреть уже мог бы нормально. А ты мне тут предъявляешь претензии. Так, по транспорту. То есть, вот, и чем больше становился транспорт, речной. Применялись различные ухищрения. В принципе, если вдаваться вообще в морское дело и вдаваться во все эти нюансы. Ну, мне кажется, что это отдельная тема, которую мы потом в следующем уже цикле обсудим. Ну, в следующей части компании отдельно оставим. То, на самом деле, люди за вот эти тысячи лет мореплавания, рекохождения, если так назвать, придумали громаднейшее количество очень интересных приспособлений и средств для того, чтобы облегчать себе судьбу. Ну, в основном торговую, безусловно, для перевозки грузов и для остальных всех вещей. Ну, это отдельная тема, которую мы затронем. Но факт остается фактом. Виды транспорта существенно поддали городам в их развитии и помогли, соответственно, между этими городами налаживать целые сети и взаимоотношения, что привело к образованию подших конгломератов городов, что в то же самое время, хотя и приводило к образованию государств, империй, но и придавало самим городам непосредственно очень большое значение. Особенно в Европе, вы знаете, и Гонзейская лига, ну и множество-множество других образований, Германии, все эти города. Почему Германия всегда была таким процветающим краем? Потому что там были независимые города, хорошо пользующиеся своим положением и реально получающие громаднейшие бонусы с торговли. Вот оно и пришло. Вы видите, зачем нам нужны были эти восточные постройки. Для того, чтобы мы основали еще и свою колонию где-то здесь, вдали от наших исконных земель или исконных островов этого Нонберка. Устыня для хозяйства плохо приспособлена. Если вы хотите что-то здесь построить, первым делом построите Норию. Нории, Нории, ага, вода, вода, да. Без воды, конечно, ребятки вряд ли тут как-то будут нормально по-человечески себя чувствовать и жить. Блин, а Нория что-то... Ха, у нас строительного материала на Норию нет. Ну, как обычно, сейчас надо будет новый корабль гнать и получать свое распоряжение дерева. У нас его всего лишь три здесь и добыть негде. Нужно будет назад отправлять, хотя у нас этих кораблей уже, я не знаю, как пыли. Поэтому нет необходимости их гонять. Нужно будет потом, если, ну, все нормально по-человечески. Обоснуется установить маршруты для того, чтобы не обращать на нее внимания. Ай, как искусно сотканно. Хотя я успеваю пока что. Быть может, это одежда... Да, забирай. Десять славы я получил. Хорошо. Хорошо, хорошо. Значит, потихонечку мы справляемся с нашими задачами. Все мирно, спокойно развиваемся. Какая у нас еще какая-то была такая интересная задача. Ну, деток этих понаходить здесь, во всех этих областях. А еще, 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 вот не помню. Закупим этой всей шняги и посмотрим, что мы сможем сделать по добыче ее. Дорого стоят эти нори. Очевидно, очень дорого. Но что поделать? Где, где, кто бегает по улице? Вы что? А, здесь, ну, смотрите, вы видите, такие молнии наверху зданий стоят. И очевидно, людям не нравится то, что они без водоснабжения. И, понятное дело, нужно исправить это все. Мы изобрели нори. Глядите, вскоре эта земля станет плодородной. Ух ты, да, зеленым расползается. Смотрите, как красиво. Визуализируется. Эффект от нори. Местных кочевников можно заставить осесть здесь. Но следует заботиться и о том. Ребятки, а что вам не нравится? Эу. Местных кочевников можно заставить осесть здесь. Почему, почему пожар? Не понял. Но следует заботиться и о том, чтобы они были сыты и довольны. А что им не... А, финики. Стоп, ну я же нори поставил. Все, они должны уже в воде не нуждаться. В чем проблема? Просто эффект сразу не оказывается, я понял. Может быть фонтан поставить? Или что вообще? Как пожарам противодействовать? И снести не могу здание. Да что такое, ну? Не, ну честное слово, я поставил нори. Что я должен еще сделать? Чем помочь? Блин. Какая-то неудача здесь меня постигла. Ну, финики есть, молоко есть. Все есть практически. Я же закупил. Мой караван прибудет к вам всего через несколько мгновений. Все, исчезли молнии. Да, очевидно, это было из-за нори. То есть, сразу эффект они не оказали. И поэтому наши дома начали гореть. К сожалению, из-за отсутствия воды. Вот такая вот проблемка возникла. Ну да ладно, мы нейтрализовали ее. Сейчас придется построить, когда уже эти дома догорят. Очевидно, мы не можем сносить пока с ними. Окончательно не покончено. И поэтому будем ждать. Итак, городской транспорт очень сильно влиял, в частности, на планировку города. Понятное дело, что нужно было прокладывать улицы, по которым этот городской транспорт мог бы пробираться. И это учитывалось при постройке городов. Но снова же, одно дело, когда город уже городу тысячи лет, или там сотни лет. А другое дело, когда вы город заново строите. Яркие примеры, это вот, например, Санкт-Петербург или Бразилия. Заново распланировали, сделали, построили. Другое дело, старые города, там тот же Рим. Ну что там сделаешь, если уже все распланировано, все притык стоит? Как? Это, во-первых, вызовет недовольство граждан, если начинать перепланировать тот же центр. Во-вторых, исторические памятники, памятники культуры, это всегда символы государства, ими дорожат. То есть, их никуда не денешь. И они зачастую большую проблему вызывают в этой перепланировке городов. Да когда вы догорите, что вообще с ними можно сделать, чтобы они успокоились? Ничего с ними я не сделаю, да? И главное, не меняется, ничего не меняется. Ну смотрите. Ничего не могу сделать, да, придется, короче. Придется ждать, пока эта ситуация сама собой разрешится. Поэтому все эти нюансы влияют на город, и очень сильно. В частности, иногда, когда тот же климат меняется, или вот те же нори мы поставили, может быть, они могут в какой-то момент обесточиться. Вот, наконец-то испортился этот домик. Ну, в смысле, исчез. В какой-то момент в городе, ну, на город, как на Помпеи, может обрушиться какая-то катастрофа. И, соответственно, снова же все перепланируется, и снова все станет другим. Или город станет необитаемым. Или будут в нем жить, но будут жить мало людей. Тоже большое это все значение. Снова же при империях, с одной стороны, вроде бы, кажется, те города, которые занимали ключевое значение, там, Ландиниум, ну, и европейские города, которые были, Рим и другие, они так и стали занимать. С другой стороны, выросли новые города, та же самая Венеция. Казалось бы, Венеция, ну, очень, с одной стороны, не совсем удобное место для того, чтобы строить город. Вы зашли по торговым делам. Я очень рад. Что-то ты вообще мало заплатил. Это такое впечатление у меня, что меня обманули. Причем категорически обманули. Кстати, прибыли у нас снизились очень сильно. Я захожу в такую ситуацию периодического дефицита средств, на которые, к сожалению, влиять не могу. И, очевидно, на этот дефицит влияют новые постройки, которые я здесь вот на Востоке основал. Они проблематичны весьма для экономики. Это очевидно, по-моему. Ну, спорить тут смысла нет. Так уже немало мы играем в эту миссию. Очевидно, она затяжная, потому что деток там освобождать и освобождать еще. Ну, короче, да, здесь пределов нет. В игре, в градостроительных симуляторах нет никакого предела по времени. Поэтому я делю серии. То есть, одну миссию уместить в тот же самый... Сколько прошлая миссия у нас заняло? Час двадцать. Так что здесь можно свободно рассчитывать еще на больше. Но в любом случае мы делаем то, что нам говорят. Пытаемся максимально быстро выполнять все условия нашего гражданского договора с нашими кураторами в этой игре. И в то же самое время занимаемся полезной штукой. Обсуждаем вот эти самые города. Так вот, дальше по поводу этих самых городов. Что-то у меня про Венецию, да? Неудобный вроде бы участок, но он очень удобный был для рыбаков. Очень удобный для того, чтобы сопротивляться нашествиям варваров. Так уж сложились тогда условия, что нужно было где-то зафиксироваться, поддерживать свою жизнь, но в то же самое время быть гарантированным от набегов дикарей. Ну, дикарей не дикарей, но все-таки более-менее цивилизованных людей с других местностей. И как раз бухта Венеции, она стала как раз тем самым удобным местом, в котором основался очень известный, очень могущественный в свое время и очень красивый город. Хотя сейчас очевидно, что проблемы, которые испытывает сама Венеция, они весьма серьезны. То есть там большое количество денег тратится для того, чтобы не допустить затопления Венеции, тем не менее потихоньку она все-таки уходит под воду. И красота вот эта вот вся, которая действительно была заслужена веками венецианцами, умелыми венецианцами в торговле, трудолюбивыми, умелыми венецианцами. Она достойна того, чтобы сохранить. И люди снова же живут в Венеции, несмотря на те сложные условия, постоянное подтопление, запах, вы знаете, в Венеции есть. Все равно там живут люди в этих городах. Нчśćiranцами. Глядя, away. Спасибо.